Всем привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Хотите обзор свежего европейского премиума? Всегда пожалуйста! Итак, в наш объектив сегодня попала BMW «пятерка» седьмого поколения. Встречаем! «Пятерка» G30 уже не самая последняя модель. Ее выпуск прекращен сейчас на конвейере восьмое поколение G60. А вот это поколение выпускалось с 2017 года. Это значит, что она успела проявить себя, показать свой характер и обнажить болячки. Об этом мы сейчас и поговорим. Как обычно, наши обзоры не про кнопочки и цвет алькантары, а про надежность и опыт эксплуатации. Хотя не можем не отметить, что в этом поколении «пятерка» стала комфортнее, резвее, маневреннее и просторнее на заднем ряду. «Пятерка» еще не успела стать целиком электрической, но выбор гибридных версий стал гораздо шире. В общем, «пятерка» G30 во всем отличница. А как на самом деле, давайте разбираться. На данный момент вот эта красотка продается. Ссылочка по ней будет в описании к этому ролику. Кстати, если вы хотите дать нам автомобиль на обзор, то милости просим, пишите на email, который тоже указан в описании. У «пятерок» G30 иногда потеют фары. Это касается топовых лазерных фар, которые широко встречаются на рестайлинговых автомобилях. Но запотевание легкое, электронная начинка не страдает. Нередко у дорестайлинговых машин тускнеет или гасит габарит, то есть фирменные ангельские «глазки». Причина в перегорании одного из светодиодов. При этом светодиод может оплавить световод, то есть рассеивающий элемент. К счастью, создатели фар догадались вынести блок подсветки глазок за пределы корпуса фары. Его можно купить отдельно. Оригинальный модуль на одну фару стоит от $200 до $270. Есть даже несколько более дешевых аналогов. Проблема-то распространенная. Некоторые умельцы впаивают новый светодиод за место сгоревшего. Но, как правило, светит он не так ярко. Если BMW «пятерочка» оснащена доводчиками дверей, то надо обязательно после мойки зимой перед выездом на мороз тщательно продувать дверные ручки и замки. Потому что тросики сервоприводов доводчиков дверей слабенькие и легко обрываются, если обмерзание им не дает свободно втягиваться. Кроме того, легко замерзают тросики замков задних дверей и после этого ручки, как говорится, не отодрать. То есть они вообще не будут выдвигаться. Это происходит обычно на машинах с пробегом 100-150 тысяч, когда под растрескавшуюся оплетку тросов попадает вода. Оригинальные тросы стоят 35 долларов. У «пятерки» в кузове Touring G31 иногда перестает работать дворник заднего стекла после открытия этого самого стекла. Да-да, вы все правильно поняли. Фанаты BMW это должны знать, что стекло у G31 открывается отдельно от двери. Так вот, после открытия и закрытия этот дворник перестает работать, и это недостаток этой конструкции. При открытии стекла ось дворника рассоединяется со своим сервоприводом, а вот при закрытии стальная контрольная кнопка, которая находится вблизи оси, не попадает в свое отверстие. Так вот, в этом случае, если дворник не работает, надо его покачать вверх-вниз до щелчка, тогда контакт замкнется. Или же подложить под уплотнитель кнопки кусочек картона. Вот таким вот колхозом надо заниматься на 5-6-летних машинах. Лайфхак! У пятерки G30 есть жалюзи в ноздрях и в зависимости от двигателя в воздухозаборнике в бампере. Так вот, этими жалюзи уже никого не удивишь. Они закрываются для улучшения аэродинамики и открываются, когда радиатору нужен воздух. Эти жалюзи капризные. В них выходят из строя моторчики. Так вот, они не любят грязи, слякоти, зимы и так далее. Моторчик жалюзей воздухозаборника бампера продается только вместе с ними. За этот узел придется выложить порядка 230 долларов. Сервопривод жалюзей в ноздрях продается отдельно, примерно за 80 долларов. Компоненты жалюзей служат порядка трех лет. Их доканывают соль и дорожные реагенты. Вообще, после зимнего сезона жалюзи стоит чистить и смазывать. Отказ нижних жалюзей происходит незаметно без появления чек-энджин на приборной панели. Эта проблема, то есть проблема с ними, будет выявлена при компьютерной диагностике. Еще на неработу нижних жалюзей указывает неадекватная работа верхних жалюзей. То есть, они будут сразу же открываться при открытии центрального замка. А должны они открываться по мере прогрева двигателя. На «пятерку» G30 устанавливали турбодизельные двигатели 4- и 6-цилиндровые B47 и B57. Соответственно, B47 является битурбированным в версии 525D до рестайлинга. У нас же дорестайловая машина, версия 520D с одной турбиной. И теперь внимание, в рестайле версия с двумя турбинами называется 520D. Трехлитровый дизель называется B57. Он бывает с одной турбиной, с двумя турбинами в версии 540D, и даже с четырьмя турбинами. Версия M550D. Такой мотор выдает 394 л.с. и устанавливали его до рестайлинга, то есть до 2020 года. Все эти двигатели болеют впускным коллектором. В нем изнашиваются втулки, которые находятся между впускными каналами. Эти втулки являются опорами для оси вихревых заслонок. Во-первых, эти впускные коллекторы неразборные. Отдельно рамка с заслонками и осью просто не существует. Во-вторых, эти коллекторы восстанавливают, так как сами втулки-перемычки просто запрессованы в сам коллектор. Если потрудиться, можно их выковырять и заменить на нечто похожее. В-третьих, помимо износа внутреннего отверстия опоры оси, они могут расколоться на части. Эти фрагменты улетят в сторону камер сгорания. Пока случаев повреждения ЦПГ этим пластиком не было. А вот страшный стук и лязг при работающем двигателе B47 или B57 возникает из-за вибрации стальной оси заслонок. Новый впускной коллектор для четырех- и шестицилиндровых двигателей B47 и B57 стоит от 1500 до 2000 долларов. Как мы уже отмечали, есть варианты с ремонтом. Также можно еще купить и рассмотреть бэушные коллекторы, естественно, в «АвтоСтронге», а также есть заменители по 400-600 долларов. Новые запчасти тоже в «АвтоСтронге» есть, обращайтесь. И, конечно же, каждые 150 тысяч километров впускной коллектор этих дизелей покрывается налетом. Его, да и весь впускной тракт от клапана EGR до клапанов ГБЦ очищают ореховой скорлупой. Другой момент связан с тем, что двигатели B47 и B57 продолжали возгораться, а горит тот самый нагар во впускном коллекторе, но уже пропитанный антифризом. И тут снова у баварских моторов виноват клапан EGR. По этому поводу проводились и проводятся отзывные кампании. И перепрошивается ЭБУ, и проверяется состояние впускного коллектора и клапана EGR. У «Четверок» B47 меняли не герметичный охладитель EGR, а также впускной коллектор, если он не проходит тестирование. У «Шестерок» B57 как минимум проверяется состояние и герметичность охладителя EGR. И если состояние хреновое, то его меняют на новый. Ну и еще в четырехцилиндровых версиях частенько перетирается жгут проводов, который идет от ЭБУ к двигателю. Система AdBlue у «Пятерок» G30 может потребовать замены всего бака при пробегах в диапазоне от 100 до 150 тысяч километров. Ошибки обычно появляются из-за неисправного датчика уровня мочевины и датчика температуры. И вот в этом случае надо менять активный бак AdBlue. Стоит новый тысячу долларов и даже более. Можно поискать бэушный, естественно, бэушный в «АвтоСтронге». Кстати, если появится ошибка по впрыску AdBlue, то машина вам даст проехать на грязном выхлопе 500 километров, а затем просто двигатель не будет запускаться. Кроме того, ошибки по системе впрыском очевидной AdBlue могут быть вызваны перед ранним проводкой, поэтому проверяйте провода за локером заднего правого колеса. И еще проблема с этой системой может помочь решить перепрошивка, то есть прошивка блока SCR – это блок экологии новой прошивкой. Говорят, что если поддерживать уровень мочевины в баке больше половины, то электронные компоненты бака служат дольше, вдобавок еще мочевина должна быть качественной. Кстати, оригинальная мочевина с логотипом BMW на банке 1,9 литровая стоит 10 долларов. И очень печально, что после замены дорогущего активного бака для AdBlue проблемы с ним могут повториться уже через год. В общем, эту систему нужно отшить. Естественно, сажевые фильтры у дизельных «пятерок» присутствуют. По опыту владельцев служат примерно 250 тысяч километров, если автомобиль эксплуатируется в основном по трассам. Цепи ГРМ практически идентичные, как у моторов-предшественников. Ну, это моторы, как мы все помним, N-серии. Ходят тоже примерно 250 тысяч километров. Демпферы крутильных колебаний в шкиве навесного оборудования дорогущие, их приходится менять раз в 200 тысяч километров. Подушки опоры дизельных двигателей выхаживают примерно 150-200 тысяч километров. Стоят по 120 долларов. Бензиновые двигатели B-серии получились достойными. Турбо-четверки и турбо-шестерки B48 и B58 получились механически надежными и долговечными. Двухлитровый двигатель скрывается под капотами 530i и рядная шестерка для 540. В 2020 году эти двигатели пережили глубокий рестайлинг. Если ориентироваться по каталогам, то двигатели B48 и B58 получили обозначения B48C и B58C, а также B48D и B58D. Изменения коснулись привода ГРМ. Теперь вместо двух цепей одна длинная. Фазовращатели VANOS совершенно разные, ГБЦ тоже разные. Выпускной коллектор интегрирован в ГБЦ модернизированных версий. Контуры охлаждения блока цилиндров и ГБЦ разделены. Кроме того, были немного облегчены коленвалы и блоки цилиндров. Моторы B48 и B58 первого и второго поколения можно определить по декоративным крышкам, то есть располагается надпись Twin Power Turbo вдоль оси автомобиля, либо поперек. Болячкой этих двигателей является система охлаждения. Да, радиаторы надо мыть чуть ли не каждый год, но речь сейчас пойдет не об этом. Обязательно, вот к пробегу в 120 тысяч километров, при каждой смене масла обязательно осматривайте стакан масляного фильтра. Он пластиковый, осматривайте на предмет повреждений. Помпа у всех вариаций турбочетверки B48 механическая и приводится от ремня навесного оборудования. У мотора первого поколения помпа оснащена механизмом отключения с внешним актуатором. С внутренней стороны, рядом с композитной крыльчаткой, располагается поворотный клапан, то есть заслонка, который отсекает поток антифриза. У обновленных B48 и B58 помпы сами по себе не отключаемые. К пробегу где-то в 150 тысяч километров на кронштейнах помп появляется антифриз. И вот это как раз таки говорит о необходимости замены помп. У всех версий моторов B48 и B58 пластиковые стаканы масляного фильтра. Так вот к пластиковому стакану прикручен теплообменник, и вот к пробегу в 100-150 тысяч лопается перегородка канала подвода антифриза. И антифриз в этом случае очень быстро вытекает наружу, но в масляные каналы не попадает. Менять масляный стакан превентивно либо по факту решать вам. А новый стоит 500 долларов. К 100 тысячам километров пробега стоит заменить пробку основного расширительного бачка. Вдобавок, этот бачок может и сам треснуть. Он пережил аж три ревизии. Кстати, у малого расширительного бачка тоже есть улучшенная версия. Вообще, все трубки и патрубки системы охлаждения требуют особого внимания, потому что если лопнет самая маленькая трубочка, вам может понадобиться эвакуатор. Особое внимание самым мелким трубкам от радиатора до расширительного бачка, тем более, что есть улучшенная версия. Также был предложен улучшенный шланг от ГБЦ к малому расширительному бачку. И малая трубочка от него же ГБЦ. Еще под пускным коллектором есть соединительный патрубок, из-под которого сочится антифриз. Спереди на двигателе на уровне с сальником коленвала с водительской стороны есть заглушка, из-под которой тоже начинает сочиться антифриз. Все сказанное выше свойственно и мотору B58, за исключением помпы системы охлаждения. У моторов первого поколения помпа электрическая. Вдобавок, есть еще пару вспомогательных помп. У турбо-шестерок для G30 один турбонагнетатель типа «Твинскролл». У первого поколения это детище «Бош Мале», а у второго «ККК». Этот мотор очень надежен. Он и его младший брат не склонны к жору масла. А убить этот мотор B58 можно проблемами с системой охлаждения. Из других общих хлопот, которые возникают после 150 000 км пробега, это подтекание масла из-под клапанной крышки треснувший патрубок системы ВКГ. Пока еще редко, но на пробегах до 100 000 км случаются проблемы с соленоидами Ванос. Сервомотор «Велфтроник» до появления неполадок ходит более 150 000 км. И ни в коем случае не экономьте на масляном фильтре. Дешевые фильтры сминаются, деформируются, рвутся на моторах B48 и B58. На вершине силовых агрегатов располагается могучий N63. Так вот, этот двигатель считается вполне надежным, но при городской эксплуатации с ним случается немало проблем. Масложор и деградация масла его убивают. А вот при трассовой и даже при гоночной эксплуатации с заменой масла каждые 7500 км или раньше этот двигатель пройдет и 300 000 км без намека на жор масла и износ. До рестайлинга у этой «пятёрки» было ограниченное предложение по гибридам, а вот после рестайлинга появилось пять версий плагин гибридов в обоих кузовах, а также версия 545Е. А формально не гибридные 4- и 6-цилиндровые автомобили стали, грубо говоря, мягкими гибридами. У них появилась отдельная электросеть с напряжением в 48 Вольт. Основной аккумулятор литий-ионный, небольшой емкости. Никакого отдельного электромотора у мягких гибридов нет. В 48-вольтовую сеть входит генератор, который через ремень навесного оборудования подталкивает коленвал, снижая потребление топлива. Гибридные версии с буквой «Е» в обозначении модели имеют в своем распоряжении электродвигатель, который расположен возле маховика. Также есть батарея, примерно на 10 кВт в час. Ее хватит, чтобы проехать примерно 30-50 километров без включения ДВС. Езда, естественно, неторопливая. Если говорить о надежности, то пока все виды гибридов никаких вопросов не вызывают. Перед тем, как мы расскажем про трансмиссии, хотелось бы вас пригласить в салон. Он, на самом деле, у BMW качественный, строгий, консервативный, но с хорошим вкусом. Помним, что машинка продается. Добро пожаловать! Ну что, классный салон. Ну, а теперь как КПП. Итак, почти все «пятёрки» G30 и G31 оснащались восьмиступенчатой трансмиссией от компании ZF 8HP51Z. И это очень надежная трансмиссия. У пользователей в Европе без замены ATF она ходит 300 тысяч километров. А если менять частично, хотя бы раз в 100 тысяч, то она пройдет и полмиллиона. При частичной замене удается слить, залить 6-7 литров ATF. В ее пластиковый поддон встроен фильтр. Эта деталь стоит примерно 150 долларов, и ее желательно менять, то есть поддон желательно менять раз в 100 тысяч километров. То есть при каждой частичной замене масла. Именно при вот этом пробеге он начинает пропускать масло. Ну и напоминаем, что вот эта вот красотка на данный момент продается. Ссылочка будет в описании к этому ролику. Также напоминаем, что помимо очень качественных БУ запчастей, в «АвтоСтронг» есть еще и абсолютно новые запчасти, а также технические жидкости. Обязательно звоните нам, пишите, заходите на наши сайты. Будем ждать. Ну и еще у нас есть подразделение «Мотостронг». Мы сами привозим мотоциклы из Европы в отличном состоянии, с минимальными пробегами и продаем с полным пакетом документов. Нужен мотоцикл в «Мотостронг». Ссылка в описании. Ну а сейчас мы поехали на СТО, чтобы подробнее рассказать вам об этом автомобиле. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Начнем с того, что подвеска BMW Jet 30 проявила себя неплохо. Однако, в гарантийный период меняли по гарантии приводы, что передний, что задний у полноприводных машин. Обязательно, при каждой замене масла. Проверяйте приводы, просто их осматривайте, потому что могут быть порванные пыльники, через которые влага и грязь попадают в шрусы и приканчивают их. Еще часто меняли рулевую рейку. Это ее подшипник начинает люфтить и издавать хруст и стук, который можно спутать со скрежетом тормозных дисков либо стуком тяг-стабилизатора. Кстати, эта проблема известна в специализированных мастерских по ремонту рулевых реек и решается, кстати, недорого заменой этого самого подшипника. Бывают случаи, когда при неквалифицированной замене рулевых тяг, мастера плохо крепят их пыльники и под них попадает влага, которая и приканчивает рейку в ее корпусе. Также эта влага может утопить и электромотор. Пятерка G30 встречается еще с пневмоподвеской, но не в нашем случае. Так вот, досадная неисправность обнаруживается иногда, а это обрыв проводов к компрессору на участке за задним левым локером. Так вот, появляется ошибка, но эта проблема легко решается подпаиванием этого самого провода. Задняя эластичная муфта карданного вала фактически расходник. Оригинальная ходит примерно 100 тысяч километров. Стоит 250 долларов. Заменители по 40-80 долларов. Передняя же муфта карданного вала служит в два раза дольше. Ее цена до 200 долларов. Если вам нужны новые запчасти и бэушные – обязательно в «АвтоСтронг». Сайлентблоки заднего редуктора служат дольше, чем на «пятерке» F10. Так вот, при замене эластичной муфты обязательно осмотрите, единственный задний сайлентблок. В первую очередь передние два сайлентблока редуктора служат дольше. И, кстати, еще после 150 тысяч километров возможны запотевания сальников редуктора. В заднем редукторе можно менять масло. Фирменный флакончик 0.5 обойдется в 70 долларов. Надо два таких флакончика, потому что сюда идет 800 грамм. Масло в передний редуктор для полноприводных версий идет 0.5. Стоит столько же, но немного другого сорта. А в раздаточную коробку масло дешевле – за литр 50 долларов. Нередко «пятерки» G30 после смены шин начинают вибрировать колесами. Вибрация либо постоянная на несколько колес, либо же ощущается при торможении. Знаете, в чем проблема? Коррозий при валочных поверхностях тормозных дисков и колесных дисков. Иногда помогает взаимная чистка этих поверхностей. Иногда эти можно сделать только хуже. Но тут на помощь пришли баварские инженеры. Они предложили тоненькие диски-прокладки, которые нужно помещать между тормозными дисками и колесными дисками. Они сглаживают неровности, и вибрации исчезают. Стоимость таких прокладок – 35 долларов за штуку. Ну а теперь поговорим про рычаги подвески. При эксплуатации по европейским дорогам рычаги выхаживают примерно 200 000 км. Но если «пятерка» G30 была куплена в наших широтах у нашего дилера, то первые люфты и поскрипывания обнаруживались уже при пробеге в 120 000 км. Давайте по ценам. Нижний рычаг стоит 300 долларов за оригинал. Передний рычаг стоит 150 долларов за оригинал. Заменителей много – от 50 до 150 долларов, в зависимости от того, где этот рычаг изготовлен, в Европе или в Китае. И пока отдельных сайлентблоков продажи нет. Оригинальные тяги переднего стабилизатора стоят от 8 долларов за китайский до 50 за оригинал. Амортизаторы в задней подвеске оказались слабоваты, и нередко они текут обильно при пробеге в 150 000 км. Так вот, новые оригинальные пассивные амортизаторы стоят по 250 долларов примерно. Заменители от 150 до 230 за всеми запчастями и б.у. и новыми в «АвтоСтронг». Одним из первых задней подвески изнашивается самый нижний сайлентблок. По оригиналу он не детализируется. Продается только вместе с АПФой, а не с рычагом. Единственный аналог этого сайлентблока стоит около 6 долларов. У всех рычагов задней подвески есть аналоги любого качества стоимостью от 60 до 200 долларов. Оригинальные рычаги задней подвески – это 250-300 долларов за один, а их тут аж 5 штук на каждое колесо. Хотя у развальной тяги собственных сайлентблоков нет. Ну и напоминаем, что вот эта машина на данный момент продается. Ссылочка на объявление будет в описании к этому ролику. Ну что, BMW G30 выпускалась с 2017 года и уже не выпускается. А что вы думаете о её надёжности? Обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а мы сделали исчерпающий гайд по данному автомобилю. Если подытожить, с моторами ничего особо страшного не случается. Трансмиссия надёжная, по подвеске особых проблем нет. То есть хороший автомобиль. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие вот классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».